привет друзья с вами сервисный центр на батарейках и компания halton сегодня мы поговорим о давлениях покрышках каким оно должно быть и о том как она влияет на дальность хода накат и комфортную езду поехали тема давления в покрышках достаточно серьезные и актуальные и к сожалению многие из вас не уделяют и должного внимания сегодня мы разберем какие последствия могут быть от перекачивания колес и недостаточного давления в покрышках чем это чревато и что мы можем с этим сделать начнем мы со снов с терминологии и так давление в покрышках измеряется в двух основных системах это в атмосферах или как обозначается в барах или же в писей это паскаль на квадратный дюйм собственно во всех манометрах используются две шкалы есть и шкала для измерения в атмосферах и шкала в измерениях паскалях все зависит только от манометра которым вы пользуетесь поэтому пользуйтесь тем чем вам угодно а таблицы и коэффициенты то как с чем соотносится и сколько пися и в барах и наоборот вы спокойно можете найти на просторах интернета но лучше всего доверять своему личному опыту и личным ощущениям а теперь перейдем к перекачанным покрышкам перекаченные покрышки дают дополнительную жесткость и сложность в управлении потому что все неровности и все дорожные изъяны которые будут на вашем пути вы будете хорошо ощущать на руле поэтому ездить с перекачанными покрышками попросту неудобно и некомфортно однако жесткие покрышки и перекаченные покрышки они дают хороший накат и большую продолжительность поездки из-за того что сопротивление качения о котором мы скажем чуть позже будет ниже для каждой покрышки заводом изготовителем предусмотрено рекомендованное давление она также набита на непосредственно самой покрышки в данном случае у нас 50 пися рекомендованное давление превышать рекомендованное давление не стоит но есть случаи когда наоборот из изготовитель либо производитель самокатов рекомендует повышать давление дабы избежать чрезмерного износа камеры покрышек Также не стоит не докачивать до номинального давления покрышки, так как в процессе эксплуатации, в процессе езды покрышка будет сильно деформироваться под весом и будут появляться изломы и нежелательные потертости на самой покрышке. Это сократит срок службы и жизни покрышки, а также может привести к перетиранию камеры внутри. Каждый ездок на своем самокате должен подбирать давление индивидуально. В первую очередь это зависит от массогабаритных характеристик самого ездока. Мы все прекрасно понимаем, что если рекомендованное давление, условно говоря, 50 кси для самоката является нормой, то это норма для ездока весом 70-80 кг. Если же вы весите 80 и более кг, может быть 90 и 100+, то вам нужно индивидуально подбирать давление в покрышках, так чтобы покрышки прослужили весь срок службы и вы не испытывали никаких проблем с частой заменой камер. Или же с разбортировкой колеса в случае бескамерной покрышки. Перекаченные и недокаченные колеса имеют свои преимущества и недостатки. И чтобы разобраться с преимуществами и недостатками, разберем 4 основных критерия, по которым мы будем это оценивать. Первый критерий это коэффициент сопротивления качению. Второй – амортизация. Третье – сцепление с дорогой. И четвертое – износ покрышек и камер. Итак, коэффициент сопротивления трению качения. Чем сильнее накачано колесо, чем больше в нем давление, и чем оно жестче, тем сопротивление трению качения меньше. А значит, самокат катится легче и свободнее. В принципе, ситуация точно такая же, как с велосипедами. Это подтверждено различными тестами и исследованиями. И мы можем заметить, что самокаты с резиновыми и литыми покрышками проезжают дольше при той же емкости батареи, нежели самокаты с покрышками камерными или бескамерными. А это следует из того, что если колесо крутится легче, то мотор-колесу требуется меньше энергии для его движения. А следовательно, и заряд батареи сохраняется, и самокат на том же заряде пройдет в большее расстояние. Амортизация. Да, надеюсь, не раскрою большую тайну, но амортизация в самокатах в основном происходит за счет покрышек. Да, есть модели самокатов, в которых есть полноценная система амортизации в виде амортизаторов, пружин и ластомеров, но в основном, в большинстве своем, самокаты амортизируют за счет покрышек. И от давления в покрышках напрямую зависит степень амортизации. Если мы будем перекачивать покрышки, то самокат становится жестким, дубовым. Он будет передавать ездоку на руль все неровности и преграды, которые будут встречаться на пути. И, в принципе, процесс езды будет не совсем комфортным. В буквальном смысле можно оставить позвоночник прямо на дороге, когда вы поедете по какой-нибудь брусчатке в центре Москвы. Поэтому следует этому аспекту уделить особое внимание и подобрать давление в покрышках, исходя из того обыденного маршрута, которым вы обычно пользуетесь. Чтобы сбалансировать на дальности хода и комфортной езде. От давления в покрышках напрямую зависит сцепление с дорогой. При недостаточном давлении или давлением ниже номинала, контактное пятно увеличивается. А следовательно, уменьшается тормозной путь и сцепление с трассы становится лучше. Этим приемом широко пользуются любители езды по бездорожью. На джипах, когда необходимо проехать какой-либо загрязненный участок дороги, они подспускают давление в покрышках, контактное пятно увеличивается и, соответственно, проходимость автомобиля увеличивается. Тут, в принципе, ситуация та же самая. Уменьшая давление в покрышках, мы увеличиваем контактное пятно, а следовательно, торможение и управляемость самоката на сыпучих поверхностях, типа песка, либо мелкого гравия, будет лучше. Но, с другой стороны, это напрямую влияет на износ покрышек и их ресурс. Во всех вышеперечисленных пунктах мы говорили о ресурсе покрышки и о том, что давление в покрышке и в камере напрямую зависит на то, сколько прослушат вам покрышка и камера, соответственно. Поэтому стоит уделить особое внимание этому. Если мы не докачиваем колесо и в камерной покрышке давление ниже номинала, ниже рекомендованного, то во время езды, когда покрышка будет деформироваться, она будет влечь за собой и деформацию камеры, которая в определенных случаях может привести к ее разрыву или перетиранию. Мало кто знает, что давление в покрышках переднего и заднего колеса электросамоката должны различаться. Давление в передней покрышке должно быть чуть меньше, чем давление в задней. Это связано в первую очередь с тем, что распределение веса и нагрузки по осям самоката отличаются. И большую нагрузку во время езды испытывает заднее колесо. В то время как в переднем колесе рекомендуется делать давление чуть меньше, что будет более комфортно для езды и амортизации. Мы будем крайне вам признательны, если в комментариях под этим видео вы укажете, какой ваш вес, какой у вас самокат и какое давление в покрышках вы поддерживаете. Также вы можете всегда обратиться к нам за консультацией. Мы вам подскажем, как и какое давление необходимо поддерживать в колесах на вашем самокате и проконсультируем по любой другой проблеме. С вами был сервисный центр на батарейках и компания Халтник. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok